Тюремная благотворительность. Перед Новым годом в Ярославских колониях прошла необычная акция. Заключенным предоставили возможность отправить подарки своим детям. И вот волонтеры вернулись за колючую проволоку с новогодними презентами для самих осужденных. Наша коллега Елена Третьякова побывала в следственном изоляторе. Эти фотографии – подарок для тех, кто сейчас отбывает наказание в хозяйственном отряде первого ярославского СИЗО. Многие сидельцев могут увидеть своих детей только так. Далеко не каждого из них дома ждут. На сохранение семейных связей заключенных направлено волонтерское движение. Оно существует в России уже три года. Допровольцы помогают осужденным не потерять связь со своими детьми. Акция в этом году прошла успешно, великолепно. Мы анализировали результаты. У нас есть люди, которые участвуют уже по второму разу, по третьему разу. И вообще количество участников с каждым годом возрастает. Третий год проводится эта акция. Но было такое ощущение, что вот наконец-то вот те маски, которые люди вынуждены были одеть по причине тех условий, в которые они попали, эти маски наконец-то сменились лицами. Акция состоит из двух этапов. На первом осужденные добровольно заполняют анкеты, где указывают адрес проживания своих детей и то, что хотят им подарить. Второй этап – обратная связь. Дети сидельцев присылают ответные подарки родителям. Два сына. Это вот от вашего сыночка, который ждет, который любит, очень большой... Ой, так много, да? Шапки сделаны. Наталья отбывает наказание уже 9 месяцев, но все это время она общается со своим сыном. 11-летний Дима живет с дедушкой и бабушкой в Кукобое. Это у меня новогодний мальчик. Ему отенцелье исполнилось 2 января. То есть это самый близкий, дорогой, самый... Вот ради чего стоит жить человечек в моей жизни. Мы с ним очень любим друг друга. Мы общаемся, не переставая, постоянно. Связь с ребенком Наталья не потеряла, но ее пример скорее исключение, чем правило. У большинства сидельцев общение с детьми случается редко. Но, несмотря на это, дети на привет от родителей всегда реагируют одинаково. Дети на самом деле настолько рады. Они просто... Для них нет плохих мам или пап. Они просто ждут от них подарков. И тем более, если это неожиданно, они очень счастливы. То есть было много слез и радости. Елена Третьякова, Александр Быков, Городской телеканал.